всем привет и сегодняшнее видео посвящено вашим идеям и предложениям группе вконтакте и одна из идей у нас будет посвящена и смс оповещению что это за модуль модуль sms.ru этот модуль позволяет отправлять вам до 5 бесплатных смс длительностью до 70 символов в одном смс в день и как это можно использовать это можно использовать таких ситуациях когда допустим вас очень экстренное сообщение и вдобавок к тем уведомлениям которые вы используете каждый день telegram допустим там в твиттере по моему можно писать отправлять уведомления просто в major droid смотреть либо вы просто заходите себя в компьютере через браузерную строку можно еще иметь и вот такое экстренное оповещение как эсэмэски и допустим давайте смотрим ситуацию вы находитесь где-то в деревне где они ловят интернет и доступна только обычно как 1g сеть 8g см сеть через которую можно только звонить и вот в этот момент нам как раз пригодится именно вот такой модуль смс точка ру и получаю уведомления там допустим у нас утечка воды любого утечка газа мы можем позвонить какой соседки которые заранее оставили ключи и соответственно она зайдет посмотреть проверит и в общем нас успокоит и давайте посмотрим что же это за сервер мы засею за сервис сыр ссылку на форум я оставлю под описание видео ну в принципе все что нам нужно это первый пост в общем переходим по ссылке сайт позволяет отправить смс и смотрим что здесь вы попадете вот на точно такую же страничку только у вас здесь будет кнопочка быстрая регистрация по моему вы нажимаете на эту быструю регистрацию и соответственно регистрируетесь там нужно будет буквально вести несколько строк номер телефона ввести копчу имя фамилия и принципе на этом настройка закончится далее вы попадаете вот на такую страничку можно сказать так личный кабинет ваш домашняя страничка и здесь вот вот в этом месте у вас соответственно ключ для внешних программ эти вы привлекательный этот сервис sms.ru то что они придают api-id предоставляют api-id который можно использовать своих программах и нужно вам скопировать этот api-id и далее настройка у вас уже пойдет дальше в самом манчер дома так давайте перейдем туда так панель управления в общем то и дальше нажимаете ваш маркет дополнение устанавливаете приложение sms.ru вот это приложение точнее не приложение модуль sms.ru от ивана зайцева соответственно нажимаете кнопочку добавить и у вас появляется она уже во вкладке приложения вот называется sms.ru далее вы заходите и давайте его настроим в приложение вы заходите нажимаете кнопочку добавить и здесь вам нужно соответственно название ввести название ну не знаю там смс-ки допустим да смс-ки в поле api-id мы вставляем наш api-id копируем его вставляем номер мобильный телефон мы пишем точно так же как у вас вот написано в личном кабинете ну ваш логин в общем у меня вот такой вот он начинается на 980 просто без семерки без всего логин я указал еще заработала все отлично пишем свой значит номер этот так это ну туда же подписано логин sms.ru то есть какой у вас логин такой же вставляете и уровень сообщений ну сразу скажу что здесь ставьте лучшую там не знаю вот какой у вас прям экстренные сообщения будут какой уровень вот такой уровень и ставьте там допустим ну я поставлю знаю наверное так ну я поставлю допустим 3 так 3 я сказал вот ну и галочка отправить это я так понимаю что сообщение будут отправляться если вы хотите чтобы сообщили ну то есть ваш чат будут отправляться ну все что алиса говорит там все будут отправляться вам в sms ки ну если уровень важности сообщений в общем больше чем ну уравняется или больше трех то есть я так понимаю не нажмете галочку отравить он ничего не будет отправлять можно будет использовать только в сценариях и дальше добавить в общем вот мы добавили у нас есть смс ки ну чем как сказать есть такой пункт я не знаю как это тут на рапу да вот можно нажать тест вам придет тестовое сообщение я так понимаю но у меня насколько я знаю осталось одна смс к не чтобы вам показать как все это действует я пожалуй приберегу и в общем тут ну папа по нажимаете тут кнопочки ничего страшного не будет и дальше что нам нужно ну давайте мы смодулируем ситуацию допустим вот у нас есть датчик практически воды либо не знаю датчик утечки газа там чего еще какие датчики такие безопасные там 3 то что открывается ну неважно в общем у нас есть датчик по срабатыванию которого должен ну может выполняться какое-либо действие вот и за действие у нас будет принято сценарий да вот сценарий который соответственно нас должен оповестить и самое экстренное ну как я считаю должно отправляться самым то есть таким способом который в любое место дойдет то есть ну допустим вот эсэмэски они могут работать без интернета тот же телеграмму по идее можно же в телеграме до отправлять все сообщения вот как я показывал предыдущих видео вот но телеграмму работать через интернет те же также major droid работать через интернет то есть ничего мы не сможем посмотреть и вот именно тогда когда у нас нет интернета и если малыш что-то случилось вот этот модуль sms.ru нам очень пригодится он может заставить соответственно через сценарий может отправить нам уведомление допустим у нас три датчик воды вот он сработал мы на него на его срабатывание назначаем сценарий давайте добавим сценарий какой-нибудь и допустим напишем датчик воды воды давайте датчик воды экстренная экстренная и здесь в коде мы уже можем прописать все виды нашего оповещения и первое наше будет оповещение это так давайте вернемся в наш форум вот такой код главное наше оповещение которое придет везде копировать и ставить из ну здесь также мы можем в телеграм отправить мало ли где-то телефон далеко а мы за компьютером на трансидим тоже пригодится ну то есть код из телеграма можем там есть еще по моему twitter до код ну то есть все виды оповещения плюс там не знаю перекрыть сценарий перекрыть воды перекрытие воды там он плюс там еще что-нибудь и ну все сценарии здесь пишем но у меня сейчас вот мы модулируем ситуацию то что нам смс когда отправить и соответственно мы здесь пишем вот этот тест мессаджем утечка воды ну допустим ну допустим обнаружено обнаружено так что у нас тут что-то пропало или галочка так обнаружено утечка воды ну допустим да блин а почему этот пропадает интересно так . запятой вот то есть нам сразу отправиться должна отправиться смс к обнаружено отечка воды вот вот это вот если честно я не понял что это такое ну у меня нигде не отображается ну давайте напишем здесь на всякий случай утечка воды так что такое что у нас с этим так в общем обнаружена утечка воды и в общем каждый раз как у нас работает датчик утечки воды нам будет приходить смс оповещения давайте сохраним вот и допустим у нас работал датчик воды так и давайте сейчас я запущу программку чтобы мы могли посмотреть ну какое сообщение приходит от кого и так далее ну допустим у нас сработал датчик утечки воды и выполняется соответственно вот этот скрипт ну допустим из метода и либо из истории как у шаблонов поведения то есть как вы уж назначите вот этот код можно в методы чисто прописать то есть при изменении свойств вот на один там ну ну изменение свойств соответственно получится утечка хотя в методами не получится там же любое изменение там 0 там 1 так далее вот в общем шаблонах через шаблоны поведения я думаю достаточно удобно это сделать если там датчик воды передал цифру 1 я не знаю как они работают на самом деле там 1 0 или уровень показывают не знаю в общем при срабатывании датчика воды у нас срабатывает вот этот сценарий вот сохранили его и давайте проверим теперь сейчас должно мне по идее на телефон пойти смс уведомления что обнаружена утечка воды вот давайте перейдем сюда вот 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 обнаружена утечка воды соответственно мы можем нажать открыть вот и как мы видим во первых у нас рандомная это ну то есть ммм как называется там смс смс номер телефона от которого отправлен у нас рандомная вот ну и то что мы написали в телесообщении то у нас в принципе и написалось ну и думаю на этом можно закончить не забывайте подписываться на мой канал заходить в группу вконтакте вот там вы можете задать свои вопросы также предложить свои идеи для видео вот ну и в общем ставьте пальцы вверх всем спасибо и всем до свидания субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok